Если ты хочешь быть в курсе всех акций и скидок в автосервисах, в магазинах автозапчастей и прочих сервисах, связанных с автомобилями, тебе нужно пройти на сайт oscar.ru Зарегистрировавшись там, ты получаешь доступ к немеренному просто количеству халяв, бонус и скидок При этом не нужно покупать никакие купоны, ты ничего не делаешь, а просто получаешь скидки Плюс, если ты не знаешь, как провести сегодняшний вечер, на сайте собраны все автоклубы Санкт-Петербурга Узнав их контакт, ты можешь понять, кто и где сегодня собирает автомобильную тусовочку Ссылочки на сайт будут в описании Друзья, у нас на канале очень много GDM, я всегда хвалю эти старые японские тачки Но вопрос, а какая машина лично у меня является самой любимой? И вот он ответ, дизельный BMW X5 И люблю я его не за то, что он какой-нибудь там модный, популярный или еще какая-нибудь хрен с ним, там красивый и так далее Люблю его за то, что это большой тяжелый кроссовер, который управляется как хорошая спортивная легковушка Главное преимущество этого автомобиля Вообще высоких автомобилей в том, что вы видите весь поток То есть, если вы играете в шашки какие-то там на маленькой спортивной машинке То ваш кругозор ограничен впереди стоящим бампером, впереди стоящей машины Здесь вы видите поток далеко-далеко вперед И можете просчитать все свои перестроения лет на пять вперед Значит, далее Но у высоких машин, соответственно, высокий центр тяжести Они валкие, у них мягкие подвески и так далее, и так далее, и так далее А эта машина, она сочетает в себе просто идеальное соотношение плюсов от высокого-большого автомобиля И от легкового То есть, рулится она не то, что как легковушка Она рулится как хорошая спортивная легковушка Далеко не каждый седан рулится вот так вот хорошо, как эта машина Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В общем, вообще на расслабоне То есть, реально не ощущаешь там никакой опасности, ничего Машина держится на дороге просто мега-великолепно Обзорность мега-шикарная У нее очень большие боковые лопухи То есть, я вижу все, что вокруг меня Несмотря на то, что машина высокая Машина тяжелая Она даже вот по такой вот кашице Она рулится как Я не знаю, у меня гольф, маленький легкий гольф Так не рулится Вы посмотрите, что она делает Раз, и мы перестроились Объехали фокуса Раз, и мы вернулись в обратную сторону Никаких левых кренов Никаких даже попыток сноса Машина просто, я не знаю, как это передать Вот реально, далеко не каждый седан Может так перестраиваться Понятное дело, что это все благодаря X-Drive Это благодаря активным системам У нас здесь стоит активный руль На этих машинах опционально могла быть Могли быть, значит, крутые навороченные активные стойки Активный задний стабилизатор По-моему, можно было доплатить И получить даже активного утенка туалетного В багажник, но это не точно В общем, все это дело стоит бешеных бабок Но вы прекрасно понимаете За что вы заплатили эти, собственно говоря, бешеные бабки Вот эта тачка конкретно Она на простой абсолютно подвеске И она уже просто нереально круто рулится Ну-ка, ну-ка, ну-ка Вообще шикардос То есть на активной, на более навороченной подвеске А здесь еще сзади могли быть не в стойке А она просто, она как картинг рулится Учитывая, что даже вот эта вот сейчас простенькая Вот, на любой скорости, раз-раз-раз Раз-раз и бензин кончился Ну, с горючкой кончился Да, нормальная тема Давай-давай-давай, ехать Да, я впервые нажал Я перед всем Это будет финальный кадр Я сказал спасибо всему потоку Всем, кого я выжил сегодня Я почистил карму Не бомбите в комментариях Я нажал Нажал эту кнопку Все норм Вот я сейчас раскатаюсь на этой хрень А потом в Гольфа сяду Вообще вот так удрубить Потому что Гольф влезает между двумя припаркованными машинами Особенно если на двух колесах заехать Это этой бандура еще так по потоку Словновата чистая из-за размеров Друзья, по двигателям все очень просто Брать на этой машине стоит только дизель Вот только, запомните Потому что бензинки V8 Это N62 и N63, к сожалению Это полная дичь N62 живет только в очень заботливых руках На которые вообще не жалеют на машину ничего То есть всегда вовремя ТО Только хорошими материалами смазочными И так далее, и так далее Только хорошие заправки Вы устанете его обслуживать Если вам надоест это дело И вы где-то немножечко подзабьете Двигатель ляжет Именно этот двигатель стоит в понторезке у Костика И вы видели, как долго он пытался его реанимировать Значит, N63 еще хуже Тоже V8 По сути дела, они взяли этот N62 Который так еле дышал И вот прямо между ногами, можно сказать В развал вот этого V-образного блока Посадили еще турбины То есть двигатели так Алюминиевый, термонагруженный Дико, который просто не выносит перегрева Они ему в развал посадили две турбины Молодцы! Двигатели без проблем могут лечь на 100 тысяч километрах Вообще, вот просто не вопрос Это как раз-таки 5-литровые иксы Значит, по рядным шестеркам Трехлитровым До рестайл был N52 B30 Мотор не такой плохой, какой мог бы быть Но он слабый То есть по лошадям все хорошо Но момента в нем всего 300 с копеечкой 315, по-моему, момента в нем Машина тяжелая Вы на нем нормально не поедете Потому что вы будете вечно сжать до течки Вы будете насиловать мотор Это не скажется на его ресурсе В общем, мотор не для этой машины А так, в принципе, неплохой И после рестайлинга был турбированный N55 Тоже рядная шестерка, трехлитровая Примерно та же история Но она не для этой машины Она на копейке шикарно себя ведет На тройке она шикарно себя ведет Но не на X5 На X5 нужен дизель Вот это вот стоит самый слабый мотор из линейки M57 В нем, вот он, кстати, на самом деле Его бы я вам рекомендовал взять Потому что по лошадям он до 250 Это единственный двигатель в линейке Который по лошадям до 250 И, соответственно, на него не такой конский налог И страховка, и так далее, и так далее, и так далее При этом у него сразу же с завода полкило момента И у него есть хороший потенциал для тюнинга То есть выбиваете сажевый фильтр Выкидываете все ненужные детали Перепрошиваете его И он едет уже намного интереснее Если вам мало, вы можете взять Более позднюю версию с двумя турбинами Здесь одна турбина Есть N57 TU2 М57 TU2 с двумя турбинами Он уже за 250 лошадей Но до 300 И после рестайла был N57 дизель Который уже за 300 ушел по лошадям Соответственно, по налогам смотрите сами Но все эти двигатели легко чипуются Они все умеют очень хорошо жарить И они самые неприхотливые То есть они реально очень долговечные движки В общем, если бы я выбирал тачку для себя Я бы выбрал ее именно на этом движке По трансмиссиям все очень просто На дорестайле вы найдете только 6 HP На рестайле уже 8 HP Разница кардинальная Потому что 8 HP это прекрасная коробка Быстрая, надежная более-менее И так далее, и так далее По ней нету каких-то конкретных нареканий И болезней А вот 6 HP это полное дно Во-первых, она сыпется Во-вторых, она ломается Это вот две вещи, которые она умеет делать Она не любит перегрева Она не любит долгие нагрузки Соответственно, на этой машине Про какой-то оффроуд Вы просто забываете, иначе коробку вы останетесь Где-нибудь там же под кустом Если все же вы купили 6 HP Ну, машину на 6 HP Потому что, ну, это в принципе логично Если вы хотите, допустим, вот такой двигатель Который легок на налоги То 6 HP вам обязательно Просто пойдет в комплекте Значит, что-то что с ней не случается Сразу же вы ее разбираете Меняете Гидроаккумуляторы Мехатроник Пакеты фрикционов Если они уже все по бороде пошли В общем, меняйте в ней практически все Но я вам скажу, что это по деньгам выгоднее Чем постоянно платить налоги Один раз вы ее сделали Она дальше спокойно бегает Все с ней, в принципе, хорошо По поводу приводов Это тоже интересная тема Привода здесь напрямую зависят От мощности машины Чем мощнее машина Тем больше ваши привода Переходят в статус расходничка То есть на 5-литровых иксах Это вот прямо раз в сезон вы можете, в принципе, поменять свои привода На Х5М это можно делать, в принципе, вместе с заменой масла Там каждые 5 тысяч раз какой-нибудь привод И маслица мне поменяйте, пожалуйста Вот, примерно, такая история На вот этих вот дизельках, в принципе, они живут Здесь все норм Поэтому, вот опять же Вот берете М57 Который на одной турбине И радуетесь Значит, что меня раздражает в этой машине Это единственное, что меня, в принципе, раздражает Это процесс погрузки и выгрузки меня любимого из нее Значит, если я просто открою дверь И захочу вот так вот сесть То я Ну, как бы я либо не нужно запрыгивать Либо я оботру штанами вот этот порог Это уже проверено Мы уже давно катаемся на таких машинах Это я вам 100% гарантирую Значит, есть вариант вот так вот забраться То есть по ступенечке туда Но здесь тоже косяк Потому что если я встану на эту ступенечку То я Как я туда залезаю? Ну, это бред полнейший То есть мне неудобно Это чушь Ну, реально чушь То есть я либо головой сюда ударюсь Либо еще что-то В общем, процесс посадки-высадки Он требует у вас особых скиллов и умений И это дело привычки на самом деле Потом люди либо сразу бегают А просто запрыгивают рыбкой Либо как-то вот здесь вот в процессе Вот так вот такой брейк-данс танцуют Вот так вот запрыгивают сюда Ой, как все плохо Значит, друзья, по салону Найти какую-то максимальную комплектацию Почти нереально Это очень редко встречается Как правило, комплектации наборные У нас, допустим, вот просто признак Такой богатой комплектации У нас есть панорамная крыша С люками все двигается Здесь все прекрасно Кстати, сразу говорю Что эти люки Очень часто на них жалобы Что механизм ломается Но не суть При этом у нас достаточно простенькие Даже, я скажу, очень простенькие сидения Они никаких ломающихся спинок Ничего Они электро Они с памятью У них даже электрический подголовник Сзади ездит Все хорошо Но могли-то быть С перфорацией, с массажем С продувкой С ломающейся спинкой С мониторами в подголовниках Но здесь этого нету Значит, что понравилось Весь салон чисто стандартный BMW Даже на таких простеньких сидениях Сидеть одно удовольствие Реально очень классно За что я BMW люблю Но ни одна машина не дает Вот такую посадку И такое наслаждение от управления Подлокотник Вот все Здесь не к чему прикопаться Вот она идеальна в этом плане Понятно Здесь всякие Вот в неожиданном месте, кстати, у нас Бардачок Здесь у нас подстаканник Еще тут пепелка Это все мелочи Здесь у нас под телефон Здесь у нас просто еще один бардачок Это все прекрасно Значит, интересная штука По поводу климата То есть у нас есть обычное направление Куда вот дует там в ноги На лобаж, туда-сюда И есть отдельно Такой индивидуальный, скажем так Режим, когда мы можем отдельно себе настроить С какой скорость у нас будет Насколько у нас интенсивный будет обдув в ноги Отдельно Насколько у нас интенсивно будет греть морду лица И насколько у нас будет все обдуваться на лобоше Вот эта штука очень интересная Ну и соответственно для пассажира то же самое То есть здесь очень-очень индивидуально можно настроить под себя климат Это вот прямо нравится Музыка нормальная Шумка здесь нормальная В принципе все, что необходимо в тачке есть Вот прямо шикардос И парктроник Кнопочка DTC, которая позволяет вам хоть немножко да поураганить Потому что пока она включена Здесь столько систем, что вы захотите Я не знаю, как можно на этой машине куда-то с дороги слететь Она контролирует всю тачку Вот реально система Она просто шикарная То есть вы вообще не думаете Опасно там что-то на улице Гололед, не гололед Да пофигу Можно ехать смело Если вы нажимаете один раз DTC То вы немножечко можете похулиганить Она вам позволит А если вы нажмете и будете держать То загорится треугольничек Все системы будут отключены И в принципе в умелых руках Эта машина может даже по какому-то большому радиусу Войти в поворот конкретно так боком Вот прямо будет супер дрифт Дальше система помощи при спирт И открытие багажника Все, а так в принципе чего Подогревы, сидений Климатическая установка и все Но на этой машине нужно ездить, а не сидеть Друзья, по поводу заднего ряда Вот очень коротко Рост 190 Сажусь сам за собой Вы видите здесь еще кулак и ладонь залезает Вообще без проблем То есть задний ряд реально огромный По ширине он тоже огромный Так как машина у нас высокая У нас нету здесь никакого тоннеля Поэтому посередине в принципе человек может спокойно сесть Ему ничего здесь в ногах мешать не будет У нас здесь обдувы У нас есть прикуриватель Есть вот такая вот штука Здесь журнальчики лежат На удивление Впервые вижу, что в машине сзади лежали журнальчики Такой журнальный столик Вот Очень удобно кстати Ну-ка Иди сюда О Так, а здесь у нас Да, подстаканники Только единственное, что Не на одном уровне подлокотники Вот этот выше намного То есть я сижу так Немножко перекособоченный Но в принципе норм Вот кстати я вам сказал Что спереди неудобно залезать Вылезать Сзади еще неудобнее Потому что вот это максимально открытая дверь То есть здесь вот такой маленький угол И опять же вот этот странный порожек Я все джинсы из говняка лужа Я не знаю как вылезать Вот А здесь уже вот здесь вот не наступишь Здесь уже скатываешься Короче как-то вот так нужно вылезать Не нравится Друзья, по поводу багажника Здесь у нас все хорошо Он у нас электрический Открывается сам, как вы видите Очень все классно Нижняя часть уже механическая Это нам не надо Такое лить нельзя Здесь у нас О, а у нас здесь все бодренько Я вам скажу У нас огромный органайзер Слушайте, а вам багажник сам не пригодится У вас вся мелочушка, которая у вас есть У вас 100% сюда залезет Еще и кого-нибудь пассажиру лишнего Сюда спрятать Через границу проехать Офигеть А там запаска снизу есть какая? Нет? Докатка А, ремкомплект идет и все как бы Да, 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 точно Слушайте, да Народу сюда много влезет А, оно еще и... Ух ты шо, блин! Да и посмотри, оно еще и стоит само А как оно? А, у нее там свой амортизатор Блин, как круто, а! Я никогда под пол здесь не залезал Смотри, я впервые для себя открываю новый мир Ты посмотри, какой уровень, а! Классно Ну, здесь, понятно, у нас под аптечку какая-то ниша Здесь у нас розеточка есть Все классненько Здесь вот маленький органайзер И все И кнопочку нажимаем И оно само внутрь поехало Классненько В общем, друзья Нравится тачка Прямо вообще жесть Вот реально моя любимая тачка Круче X Я не знаю, что можно взять Потому что Пофигу на все какие-то мелкие минусы Пофигу, сколько он стоит в обслуживании Потому что Вы можете купить другую машину Которую будет в два раза дешевле в обслуживании Но вы не получите И половины тех ощущений Которые даст вам Вот эта вот Бричка Не знаю, как Вот эта вот Вот эта вот X5 Да, вот так и скажем Все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Увидимся